Сегодня мы находимся в церкви Любовь Божия, где на начало мая намечается конференция. И сейчас со мной рядом находится пастор этой церкви Василий Тищенко. Здравствуйте, Василий! Здравствуйте, дорогие! Василий, не могли бы нам рассказать больше о этой конференции? Вообще мы ожидаем удивительной конференции. Приезжает наш хороший, замечательный друг Карлос Сармиенто из Орландо, Флорида. Кто не знает этого человека, это удивительный помазанник, муж Божий, который на протяжении 10 лет был молодежным пастором в церкви Бенни Хина. И каждый раз, когда он приезжает к нам в церковь, он приносит или привозит вместе с собой удивительные потоки Божьего благословения, Божьего помазания. Муж Божий, через которого Бог обильно действует в пророческом слове, в служении исцеления вообще. И то, что всегда происходит в нашей церкви, это вообще незаменимое, и мы действительно все сегодня находимся в ожидании. Мы ждем приезда Карлоса Сармиенто, потому что вместе с ним мы ожидаем от Бога больших благословений. Что люди могут ожидать, посетив это служение? Исходя от предыдущих служений и имея опыт служения уже с Карлосом Сармиенто, дорогие, я могу сказать одно. Когда мы приходим с таким ожиданием, когда в сердце есть ожидание получить нечто от Бога, в основном люди уходят, получив то, что они ожидают. И смотря на опыт прошлых служений, я видел так много удивительных исцелений. Я видел, когда пророческое слово, Бог говорил через Карлоса, однажды пришел один совершенно неверующий человек. И когда прозвучал призыв, он вышел наперед. И когда Карлос стал пророчествовать ему слово и называть тайны его сердца, он стоял в шоке и бил себя в грудь. Не может быть. Потом смотрел на своего друга, стоящего рядом с ним, неверующий, и говорил, откуда вы? Он все знает? Обо мне, дорогие, Бог будет творить что-то удивительное. Приходи, ожидая от Господа, и Бог обязательно ответит тебе и даст тебе что-то особенное, и ты получишь свое чудо. Для тех, кто не знает, когда и где пройдет эта конференция, вы не могли бы нам уточнить точный адрес и дату, где люди могут прийти и послушать Карлоса? Все служения будут проходить на территории Церкви Любовь Божья, так как Бог дал нам замечательный дар, замечательное здание, где мы можем поместить много людей, и мы приглашаем всех, пожалуйста, желающих получить что-то от Господа. Значит, начиная с пятницы, в первый день служения в пятницу, вечером, начиная с шести часов, будет энкаунтер для молодежи. К нам приезжают молодежи с других городов, едет целый автобус молодежи со Спакена и с окружающих также церквей. И, включая нашу молодежь, здесь, на территории этого здания, будет проходить энкаунтер в течение суток, начиная вот с четырех до пяти часов будет идти регистрация, и в шесть часов уже начинается первое служение для молодежи. И всю ночь они здесь будут ночевать, они приносят с собой спальники, в общем, все, кто зарегистрируется, потом закрываются двери, и здесь будет их, как мы называем, фаршировать Словом Божьим, будем молиться, будет Карлос молиться и за крещение Духом Святым, и будут исповедания, в общем, будет хорошая жизнь такая. В субботу в шесть часов вечера будет первое служение, общее для всех, так что мы приглашаем всех желающих на первое субботнее служение. В субботу мы субботники, в воскресенье мы пятидесятники, я шучу, и в воскресенье, естественно, в одиннадцать часов утра у нас будет следующее служение, и в шесть часов вечера в воскресенье у нас будет молодежное служение, служение для молодежи. Так что мы приглашаем всю молодежь, воспользуйтесь возможностью, и Господь сделает чудо в твоей жизни. Спасибо, Василий, за ваше время. Итак, 5-6 мая в Церкви Любовь Божия. Для большей информации Вы можете посетить веб-сайт slavicfamily.org или... Веб-сайт Церкви Любовь Божия lgchurch.org. Вы можете смотреть live TV на нашем веб-сайде, еще раз повторяю, lgchurch.org, в субботу вечером, пятого в шесть часов вечера, или же в воскресенье утром в одиннадцать будет идти live съемка, и Вы можете дома просто по интернету подключиться. Итак, дорогие, мы ждем Вас, приходите, мы все будем получать обильные Божьи благословения. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!